Друзья, приветствую! Иван из Москвы прислал вот такую посылку с маслом Ликви Молли Маллиген. Новое поколение 5.30. Вот описание автомобиля, условия эксплуатации. Так, а здесь само масло. Так, свежее, зелененького цвета и отработка. Я подписал крышечки, чтобы было наглядно и удобно. Ну и приступаю. Создаю сначала эталон, обновляя спектр на болванке, ранее созданный. Чтобы время не затягивать, я предварительно создаю болванку, а потом обновляю спектр и корректирую данные. Прибор измеряет спектрограмму. Вот такая спектрограмма. Есть какие-то ступенечки, самые минимальные, можно сказать. Сейчас я увеличу, покажу вам. 0,077, 0,08 может быть. Ну, где-то вот до полутора процентов я бы так оценил уровень эстеров. Так, выбираю данное масло, чтобы подкорректировать данные, которые сдвигаются в результате обновления спектра. Так, вот малейген. Выбираю пункты, по которым анализироваться. Лимиты. Ну и посмотрите, что намерил прибор. Значит, относительно к астролу 0,30, здесь противоизносных присадок на цинке фосфоре 51%, половина. То есть, здесь, видимо, какой-то, ну, я полагаю, что не совсем стандартный пакет присадок. Цинка фосфора поменьше. Значит, что-то другое там присутствует. Может, там молибден или что-нибудь такое. Так, ну, скорее всего, молибден, прям в названии он указан. Так, значит, гликоль. Очевидно, что это в пакете присадок. Достаточно высокое значение. Естественно, я этот уровень обозначаю для этого масла как 100% по гликолю. То есть, он не будет учитывать тот гликоль, который попал в пакете. Ну и смотрите, щелочное. Прибор намерил 6,7. Ну, с учетом разницы в ГОСТе и что там чуть-чуть есть этого. Ну, даже не знаю. Мне кажется, для Ильсака GF6 где-то, наверное, все-таки ближе туда к 7,5. Я вот так и поставил. Ну, тут комбинация баса и пакетов присадок все-таки дает разбег по... Особенно по щелочному. Прибор, ну, не может прям вот как лаборатория определить. Хотя, вероятность, ну, высокая тоже у него. Так, ну и кислотное 1,65. Это чуть выше, чем у Кастрола 0,30. Ну, я так его, так в принципе, оставлю. Все, можно приступать. Эталон готов. Можно приступать к проверке отработки. Это у нас Хонда, 8-10 года. На автомате. Мотор 2,4. Ка-24, Z3, 200 сил. Объем масла 4,2 литра. Пробег почти 273 тысячи. Пробег на масле 5080 километров. 99 процентов эксплуатации. Это Москва, город. Топливо 95 и G-Drive от Газпрома. Ну, и смотрите. Присадки 102 процента. Это G-Drive от Газпрома. Вот 99,9 процентов. Гликоля нет. Нитрование, окисление в норме. Вот здесь такой момент, как сажа 7,7 сотых. В принципе, высоковато. Но это, не забываем, это исключительно практически городская езда. 99 процентов по городу. То есть, вполне, вполне нормально. Много прогревов. И такое пробки. Неоптимальные режимы вот этих холостого хода работы мотора. Все-таки мотор рассчитан на какие-то обороты. Так, и кислотное 2,86 и щелочное, ну, вы видели, 3,7. Так, у масла есть еще небольшой там запас по сработке. Но давайте посмотрим, сколько примерно насчитают. Значит, здесь у Ивана заявленная средняя скорость от 20 до 24, то есть нет. И моточасы он заявил 210-230. Но, исходя из средней скорости, сейчас я вам покажу, что у меня несколько другие значения получились. Да, вот она городская езда. Есть разжижение. Я так полагаю, что процентов на 40, наверное, да. Так, на глаз на 40 она от максимального уровня разжижилась. Вот, да, кстати, не забывайте, ставьте пальчик, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот, и средняя скорость такая, и масло использовалось с начала октября по начало декабря, первую декаду. Ну, и вот посмотрите, что у меня получилось по прогнозу. То есть я взял среднее значение скорости 22 км в час. У меня получилось на этом пробеге это 231 моточас. Ну, и, соответственно, прогноз 270 моточасов. Для Эльсака GF6 неплохой, вообще неплохой результат. Ну, и практически 6000 км по чистому городу. Если учитывать скорость среднюю 20, то ресурс получится 300 моточасов. Тоже очень, даже, очень, даже красиво и достойно, на мой взгляд. Вот, поэтому здесь вот такая путаница. Может быть и... Ну, хорошо, хоть такие данные указаны. Но, тем не менее, тут немножко не определено. В общем-то, мотор работает без особых нареканий. Единственный момент вот с сажей. Что это может быть свечи уже, или, я не знаю, или, на самом деле, вот просто режим такой эксплуатации. Ну, сажи многовато. Вот, хорошо бы, наверное, Ивана периодически прохватывать где-то, прожигать, прожигать, чтобы и свечи сам очищались на скорости, они температурой очищаются. Ну, и так. Нитрование в норме, и окисление, то есть и смесь, видимо, нормальная. Ну, и Хонда отличные моторы делает. Вот такой получился тест. Благодарю Ивана за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok